Это проект Смотри Хабаровск в студии Дмитрий Павленко. Бюджет Хабаровска главный финансовый документ города. Школы, детские сады, дороги, поддержка граждан и бизнеса. Все планы мэрии, все в нем. Принимался бюджет в конце прошлого года, то есть до спецоперации, антироссийских санкций и ответных санкций, соответственно. И, само собой, за последние полгода в него вносились корректировки. Какие именно, на все ли хватит денег, и если нет, то где город намерен их брать. Вот об этом мы поговорим сегодня с заместителем мэра Хабаровска, директором финансового департамента администрации города Сергей Голик в нашей студии. Сергей Ленин, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Ну, в конце апреля мы с вами встречались, и тогда цифры по итогам четырех месяцев озвучивали, что все по плану, все исполняется. Хотя на тот момент уже случился февраль, эффекты пандемии как будто бы тоже, но все в плане. Сейчас прошло 7 месяцев. Больше компаний ушло, больше каких-то изменений, может быть, таких встрясок на рынке, в принципе, происходило. Как сейчас наш бюджет городской себя чувствует? Мы себя чувствуем уверенно. На это можно заканчивать. У нас за 7 месяцев в бюджет города поступило 10 миллиардов 638 миллионов. Это 61% от годового плана по доходам. Более того, скажу, что в сравнении с прошлым годом у нас налоговые доходы выросли на 694 миллиона рублей. И львиную долю здесь нам дал сельхозналог от рыбохозяйственных предприятий. То есть они заплатили по сравнению с прошлым годом больше на 558 миллионов рублей. А мне интересна аналитика. За счет чего рыбники... Вылов. Ну, вылов, да. То есть у нас... А, у нас вылов запрещен в Амуре, но в море морские компании... Они зарегистрированы в городе Хабаровске. И за счет этого... Сельхозналог по месту регистрации. Город Хабаровск. Ага. Так, хорошо. То есть все отклонения, которые сейчас происходят в бюджете, они у нас только в положительную сторону? Не совсем. Но это, например, по неналоговым доходам у нас есть небольшое отклонение на минус. 38 миллионов. Но это планово. Потому что в прошлом году мы продавали коммерчески привлекательные земельные участки. В этом году пока за 7 месяцев таких продаж крупных не было. Ну, возможно, они планируются немножко дальше. Поэтому тут небольшое отклонение. И плюс небольшое отклонение за счет того, что идет пересмотр кадастровой стоимости земельных участков. В сторону уменьшения. В основном это происходит. И, соответственно, кадастровая стоимость земельного участка, она формирует стоимость аренды. Она у нас немножко уменьшилась за счет этого пересчета, но не критично. А при этом у нас от кадастровой и налог земельный считается? Нет, это мы сейчас говорим именно про аренду. А про неналоговые? А на налоговые он тоже влияет? Конечно. Это база. И земельный один из немногих местных? Это полностью 100% местный. И у нас тогда, соответственно, по земельному тоже какая-то просадка должна произойти? Возможно, но это мы будем смотреть уже по концу года. Пока тенденции каких-то не... А, ну плюс он платится же в момент оплаты. Если немножко так просто обобщить и вот эти вот ключевые цифры бюджета, доходы, расходы, дефицит, либо профицит озвучить. Насколько изменилось по сравнению с тем, что в ноябре, если не ошибаюсь, в декабре прошлого года озвучивалось? Дмитрий, ну вот мы сейчас планируем выходить на сентябрь месяц в Хабаровскую городскую думу на уточнение бюджета. И наши плановые параметры, по которым мы будем ходить, это доходы 19 миллиардов 252 миллиона 800, расходы 20 миллиардов 62 миллиона 500. Дефицит у нас 7,7 процентов. А в цифрах если? 809,7 миллиона рублей. Так, Сергей Леонидович, вы не волшебник, а только учусь. Смотрите, у нас в 22-м году, когда все принималось, у нас цифры были по доходам 15,6, а сейчас 19. 3,5 миллиарда роста. Межбюджет. Расходы аналогично, дефицит снизился. Межбюджет. Что подразумеваете вы под фразой межбюджетка? Объясните, пожалуйста, моим родителям. Субсидии, субвенции вышестоящих бюджетов, которые уточняются по мере исполнения бюджета в течение года. С вышестоящих бюджетов. Но деньги ведь заходят не просто, кто-то в правительстве сидит, хочется хабаровскую денег подкинуть. Деньги заходят под проекты какие-то, да? Под расчеты, образование много приходит. Это ежегодно уточняется. Но образование имеется в виду не как отрасль, а как школы, детские сады. Как отрасль. Именно как отрасль. Очень много уточняется расходов, которые идут по субвенции, по государственным полномочиям. На заработную плату, которая у нас заложена с вышестоящих бюджетов. Много приходит по... уточняются некоторые цифры по БКД. То есть это те параметры... мы ожидаем этого увеличения в течение года. Мы знаем, что оно будет. Естественно, мы... Просто в ноябре 22-го, когда все планировалось, вы держали скрести в пальце что-то, дай бог, но пока не рассчитываем на эти деньги. Мы рассчитываем, и мы знаем, что они будут уточнены по потребности. Но тем не менее, это средства, которые в течение года... вот так они происходят. И в течение года не только доход, да, как бы, прирастает, но и случаются какие-то внезапные вещи, на которые... на которые тоже внезапно нужно где-то брать деньги. Вот недавно Сергей Анатольевич приходил на интервью, и мы, собственно, с ним обсуждали тему дорожных разметок. Я говорю, почему, Сергей Анатольевич, почему не везде? Он говорит, успокойтесь, все, скоро будет, в августе везде, значит, нарисуем. И действительно, отмечаю те участки, где я, собственно, сам езжу, и смотрю, да, появилось, появилось, везде все ремонтируется, дороги, какие-то колодцы закапывают, здорово, ну, к разметке. Потому что изначально, как будто бы, денег было заложено меньше, потому что... вот почему? И сейчас при этом, в августе, спустя какое-то время, после того, как бюджет подтвердили, эти деньги внезапно где-то нашли. Вот объясните. Чтобы не утомлять вас долго... Статьями кодов, мы формируем бюджет по методике. Деньги были заложены. Мы зашли в 22-й год с деньгами по всем направлениям по отрасли благоустройства. Естественно, жизнь и жизнь, и пришлось где-то немножко в пределах отрасли деньги передвинуть. Но мы сейчас деньги не только восстановили, но еще и добавили сверху. И я думаю, вы видите, вот вы сказали, что работы идут. Денег там, на сегодняшний день на разметку хватит. И забегу вперед, скажу, что мы вот буквально на днях договорились с заместителем мэра, курирующим управление дорог, что мы на 23-й год зайдем сразу же с увеличенным бюджетом именно по направлению разметки. Но с условием, это будет через поручение, что никуда эти деньги с разметки не передвинутся. В тот период, когда разметка не выполняется. Ну, то есть, когда еще будет холодно. Чтобы, как только станет тепло, все средства, которых будет достаточно для проведения этих работ, были сразу же востребованы и использованы. Сергей Ильич, ну, с одной стороны, как бы здорово, с другой стороны, вы как будто сами себя лишаете какого-то бюджетного маневра при перераспределении. Ну, защищая эту статью, а вдруг вот оно что-то другое понадобится. А вот могли отсюда взять в какой-то момент, на время хотя бы, а сейчас вот уже не сможете. Дмитрий, ну, мы что-нибудь придумали. Я верю, потому что, в частности, вот сейчас даже на разметку. А вот это где придумали? Откуда эти деньги взяли? Это доп. доходы. Это дополнительные доходы. И плюс там была экономия по закупкам. Это вот та самая на конкурсных процедурах экономия, которая... Там изменился тоже сейчас порядок. Раньше в отрасли все всегда, вот в которой сэкономила, оставлялось. А сейчас она как бы в бюджет, да, по некоторым статьям? Ну, не всегда оставлялась. Мы на июне, в июне месяце мы снимали экономию. Часть экономии мы снимали. Ну, и снимали, то есть забирали в бюджет. Забирали в бюджет. Забирали в бюджет и там уже перераспределяли, в частности, вот на эту... Да, дефицит бюджета. Дефицит бюджета. Один из вариантов, там несколько есть источников финансирования дефицита бюджета. Один из них, если ничего не путать, это те самые кредиты. Пресловутые, которые бывают страшные коммерческие и благостные, мы называем их инфраструктурный федераль. Либо бюджетные просто, по другим проектам. А вот здесь, ничего не путаю, если не перепутаю, если скажу, что сейчас у Хабаровска нет ни одного коммерческого кредита. Все правильно, ни одного. У нас на сегодняшний день две кредитные линии. Одна – это кредитная линия на 450 миллионов от федерального казначейства под 0,1%. И вторая кредитная линия – это 300 миллионов рублей, это бюджетный кредит, тоже под 0,1%. Но я, кстати, хочу остановиться вот на кредите на 300 миллионов. Это очень хорошая поддержка государства была для субъектов и муниципалов. В чем ее была суть? Государство приняло такое решение, что те кредиты, коммерческие именно, которые с 1 января были погашены, ну, если на нас проецировать, муниципалитетом, были погашены банку, а у нас, я напомню, мы заходили на 1 января 2022 года с кредитом 300 миллионов рублей банковского кредита. То есть с прошлого еще. Да, да. Нам эту же сумму отдали в виде бюджетного кредита. Что? То есть 300 мы погасили своими деньгами, и 300 нам бюджетный кредит под 0,1% пришел. Сейчас это уже все на счете финансового департамента. И чтобы можно было просто дешевыми деньгами закрыть. Но если там была открыта кредитная линия на 300 в коммерческом, сейчас 300 бюджетный, но весь цимус кредитов по отношению банка – это проценты, которые с этого капают. А проценты там большие были по этим 300 миллионам? Нам повезло. Нам повезло с прошлого года. Хабар – слово удача. Да, у нас был немногим более 6%, если не ошибаюсь, 6,9% в одном из коммерческих банков. Поэтому на тот момент, когда мы его брали, это был очень низкий процент. Очень низкий, но сегодня какие-то проценты накапали, их тоже как бы уже все погасили. Все погашено полностью, у нас не задолженности. Так, хорошо. Но вот это вот 300 и 400, да, вы скажете? 450. 450. Вот эти 750 миллионов, они под ставку, как важно, Юрий Петрович периодически отмечает, что это кредит, инфляция больше, вы что? 750 миллионов. В рамках какой-то коммерческой деятельности, коммерческих предприятий. Это деньги, вот такие кредитные линии на какой-то оборот, на быстро закупить, пока там оттуда не пришли еще деньги, тут надо уже платить. Оп, взяли, отдали, пришло, погасили, все. Это просто, чтобы деятельность не нарушалась. Но в рамках бюджета, вот городского бюджета, все-таки такая большая, очень сильно узаконенная структура. Вот эти деньги на что? Вот эта семинутость бюджетная, она это на чем? На покрытие дефицита, чтобы у нас были деньги платить и контрактоваться здесь и сейчас, чтобы были деньги платить, выплачивать людям заработную плату, платить налоги и так далее. Оборотные деньги. Так же, чтобы не было каких-то задержек, чтобы все случалось вовремя? Конечно. Хорошо. Про все случалось вовремя, вот такие внезапные расходы, они ведь еще возникают еще потому, что в течение года что-то придумывается, и на это тоже нужно сейчас где-то взять средства. Вот в этом году, вот сейчас по истечении 7 месяцев, что-то уже вот подобное происходило, или, возможно, где-то вы впереди понимаете, что до конца года нужно будет на какой-то проект, на какое-то благоустройство или что-то иное тоже где-то срочно внезапно искать? Дмитрий, мы на предыдущей нашей встрече говорили с вами, что у нас были все рекомендации по созданию резервов. Мы резервы эти создали, в том числе и за счет средств кредитных, которых я вот выше сказал. Кроме того, мы пересмотрели некоторые расходы, и эти расходы уже сняты были в июне. И сейчас мы чувствуем себя более уверенно при проведении наших расходов, и все намеченные планы мы обязательно выполним. Но я вот хочу немного вперед забежать. Вот в сентябре месяце, когда мы будем выходить на Хабаровскую городскую думу с проектом уточнения сентября, у нас появились такие расходы, появятся, если нас депутаты, я надеюсь, поддержат, которым мы долго не могли подступиться. Например? Мы хотим серьезно обновить технику наших учреждений благоустройства. Это предзимняя подготовка? Мы сейчас об этом? Да, это новые машины, это серьезные машины. Мы на это выделяем 60 миллионов. Это три снегоуборщика и три погрузчика с различными дополнительными опциями. Серьезная поддержка для наших учреждений ввиду того, что мы понимаем, что самим учреждениям очень сложно самим себе приобрести такую технику. У них нет такой возможности. Но между тем, дороги надо содержать, дороги надо чистить и технику надо обновлять. Вот поэтому мы сейчас вышли с этой инициативой. Мне кажется, я так понимаю, что эта инициатива, у нас депутатский корпус еще на каникулы, насколько я понимаю. Пока, да? Да, ну вот сейчас они выйдут, но мне кажется, что купить новую технику для того, чтобы весь город не стоял в пробках и прочее прочее, потому что многие зрители, в частности, и нам тоже писали, что где же техника, где и как и так далее. Ну просто действительно, где-то не хватает, где-то еще что-то. Я уверен, что и горожане в том числе обязательно поддержат эту инициативу, но депутатский корпус, наверное, тоже просто обязан. Но посмотрим, как будет. Не сомневаюсь, что все успешно разрешится. Напоследок. 22-й год. Понятно, сентябрь. И еще впереди много времени. Хотя, я так понимаю, с сентября потом начнут уже планирование и 23-го. Уже. Уже идет, наверное, постоянный процесс. И все-таки главные вот эти факторы, которые влияют на экономику в целом, и, соответственно, на бюджеты всех уровней, на бюджет Хабаровска, ну это санкции. И, наверное, может быть, я ошибаюсь, но еще вот эти волны ковида не стихшие. Правильно ли я говорю, что это два главнейших фактора, которые влияют на экономику и, соответственно, на наполняемость бюджета? И какие показатели вы видите вот к концу года? Примерно ориентировочно. Ну, по наполняемости бюджета на сегодняшний день, как я уже говорил, у нас по результатам 7 месяцев проблем нет. Но что дали санкции? Конечно, они дали нам удорожание. У нас очень произошло большое удорожание тех направлений, которые мы называем высокотехнологичными. Все, что касается компьютерного оборудования, IT-технологий и так далее. То, что касается приобретения мебели. В дорожной сфере у нас есть удорожание. Но, опять-таки, мы сейчас, когда мы пересчитываем начальную и максимальную цену контракта, когда мы видим коммерческие предложения от поставщиков с увеличенными параметрами, мы знаем, что у нас есть резерв. Поэтому мы его и создавали. Чтобы сейчас пройти это без проблем. Ну, а цифры, которые по доходам мы озвучивали, расходам и дефициту, вот на них пока они ориентированы? Это уже, конечно, более точные цифры. По итогам года мы будем видеть к декабрю. И тогда уже мы уточним окончательно. Здесь и отсудим. Обязательно. Хорошо. Знал бы, соломки подстерил. Вот, собственно, резерв эту соломку. Это большие цифры, кстати? Большие деньги? Не маленькие. Не маленькие. В общем, хватит на все и даже, возможно, останется. Спасибо большое, Сергей Леонидович, что нашли время и рассказали действительно мне, горожанам, о том, что происходит. Потому что вот эти все... Как, наверное, происходит обычно? Какая-то болевая точка, горожане начинают об этом говорить, как минимум, начинают жаловаться. И, ну да, город-то где? Где город-то? Деньги-то надо выделять. Ну вот, поэтому это очень важно. Все-таки следить и смотреть, что же там происходит вот в этом главном, я уже говорил, финансовом документе. Спасибо большое, друзья. Напомню, сегодня говорили мы о бюджете Хабаровска с заместителем мэра города, директором финансового департамента администрации Сергеем Голиком. Сергей Леонидович, еще раз спасибо. До свидания. Спасибо, Андрей. Продолжение следует... Продолжение следует...